15 февраля 1989 года закончилась 9-летняя война в Афганистане. В этот день военнослужащие вернулись на родину. Последними вышли с афганской территории спецназовцы и пограничники, прикрывавшие вывод войск. Служили в Афганистане представители всех республик, в том числе и белорусы, в том числе и мазыряне. Сегодня многие из них пришли на Курганславы к памятному знаку, в руках красной гвоздики, в память о солдатах в цинковых гробах. Мы на этом памятном месте посчитаем тех, кто с честью выполнил свой интернациональный долг. Те, кто не вернулся домой живым, и те, кто добросовестно, исполнив мойский долг, вернулся в мирную жизнь, нашел себя и продолжает созидать. Хотелось бы вам пожелать в этот праздник со слезами на глазах, по-другому этот праздник не назовешь. В первую очередь здоровья, крепкости духа, всего наилучшего. Ну а также, чтобы мы воспитали совместно с вами наше поколение, которое придет на защиту нашей Родины и будет с честью и достоинством также продолжать наши традиции. Они служили в Афганистане. Они видели, что такое война – жесткая, бескомпромиссная. Они пополняли свою воинскую обязанность – интернациональный долг. Для них такое словосочетание, как «боевой товарищ» – это особое понятие. Дружба, которая зародилась под палящим солнцем Афганистана, пронесена сквозь годы. Друзья – это святое, боевые товарищи – это друзья навечно. Они никогда не предадут, всегда поставят плечо. В любой момент, можешь позвонить, хоть в час ночи, хоть в три, всегда придут на помощь. Сегодня в Мозорской организации воинов-интернационалистов состоит 12 участников боевых действий в Египте, 265 участников боевых действий в Афганистане. Самому старшему из них – 72. Это полковник медицинской службы в отставке Павел Иванович Марченко. У каждого из них свой Афганистан. «Тяжелая боевая обстановка, болезни, потому что боролись с обстановкой, конечно, гепатит, брюшной тиф, гепатит – это желтуха, малярия, тяжелая. Почти более 600 тысяч бойцов за все почти 10 лет войны переболели такими, будем говорить, экзотическими инфекциями, которые не встречались в бывшем Советском Союзе. И приходилось, конечно, и прививки делать, и заниматься противоэпидемическими вопросами». Мозорские воины-интернационалисты на Кургане Славы у памятного знака встречаются трижды в год. 25 декабря, когда советские войска вошли в Афганистан. 15 февраля – в день окончания 9-летней войны. И 2 августа – на день ВДВ. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозорь».